Машина перевернулась в Таштыбском районе Хакасии. Пострадал водитель. По информации ГИБДД накануне вечером, 34-летний мужчина на ВАЗе не справился с управлением, транспорт опрокинулся. Сообщается, что у рулевого нет прав, у нарушителя переломы он госпитализирован в хирургическое отделение. С организацией опийного наркопритона черногорца приговорили к колонии строгого режима. 50-летний мужчина у себя дома три недели принимал наркозависимых гостей. Полицейские изъяли шприцы, металлическую посуду и вещества, которые использовались для изготовления ацетилированного опия из семян мака. Решением суда фигурант проведет за решеткой почти полтора года. Курьеры-мошенники в Красноярском крае, обманувшие пенсионерок на 600 тысяч рублей, сами стали жертвами своего работодателя. В полицию позвонил неизвестный и сказал, что готов рассказать о парнях, которые только что обманом забрали деньги у пожилой женщины. При этом незнакомец даже не стал скрывать, что эти курьеры его ребята, а он сам и его команда по телефону выманили у бабули почти полмиллиона рублей. Вот только подельники похищенные деньги им не отправили. Организатор работы колл-центра, обидевшись, решил сдать своих сообщников. Полицейские установили, что вызов поступил с территории ближнего зарубежья. Как итог, в Железногорске задержали 20-летнего красноярца и его приятеля из Девногорска, которые участвовали в противоправной схеме. 3 тысячи рублей заплатит житель Бийского района за СМСки с оскорблениями. Грубияна привлекли к административной ответственности. Местная жительница, работающая в энергоснабжающем предприятии, пожаловалась в прокуратуру. Ей писал неприятные сообщения мужчина, который ранее несколько раз выводил ее на конфликт на рабочем месте. В итоге хаму назначили штраф. Кстати, как пояснили надзорники, по закону никто не должен терпеть оскорбления в свой адрес, даже по СМС. Для граждан предусмотрено денежное наказание до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч, для юрлиц до 200 тысяч. Более суровые штрафные санкции предусмотрены, если оскорбляют публично. Продолжение следует...